На дворе зима, февраль, мороз стоит, а мы сегодня с вами окунемся в теплое лето и вернемся в август прошлого года. Я расскажу и покажу, как строил свой 3D забор. Также хочу поблагодарить всех тех, кто перечислял донаты на карточку Сбербанка, указанную внизу под каждым видео. Большое спасибо за поддержку канала. Я наконец продолжил строительство своего многострадального забора. На дворе, правда, уже август месяц и вот за все лет у меня был один пролет и вчера я поставил еще два пролета. И идти надо вот до того коричневого забора. Вот так уже выглядит моя конструкция, уже похожа на забор. И осталось где-то чуть больше половины еще, чтобы перегородить этот сад. И вот сегодня я как раз этим и буду заниматься. Буду продолжать строительство забора. Прежде чем продолжить, хочу показать несколько чудес моего огорода. Чудо первое. Итак, здесь, в этом месте я посадил две лилии. Одна лилия, вот эта, взошла, самая первая. И потом остановилась в развитии. Следом за ней, месяц просидев в земле, зашла вот эта лилия. Но потом произошло как раз чудо, которое я хочу сейчас показать и рассказать о нем. Вот от этой лилии полез отросток из той же луковицы. И вот уже назревают бутоны. То есть получилось, что с одной луковицы отросток остановился. Та же самая луковица выпускает другой отросток. И он пошел и вот скоро уже будет свистеть. Еще одно чудо. Вот здесь вот на моей веселой грядке с георгинами. В самом-самом начале этой грядки. Вот палка, видно, обрезанный вот этот, со старым срезом. И я воткнул ее, чтобы поддержать георгину, куст георгины. Палка у меня проросла. Ну нахер! Отец! Ну ты видел? Видел? А палки у меня здесь вот тут и везде. Вот тоже она поддерживает георгину. Вот тоже. То есть возле каждого куста. Вот там тоже видно. Вот тоже видно. И вот что получилось здесь. Вот куст георгины. А вот проросшая палка. А третье чудо. Оно уже не такое радостное, как первых два. Не такое веселое. Как-то увидел я, что вот эта маленькая георгина у меня завяла. Утром проверяю, делаю обход, смотрю, у меня все живые и здоровые. Через час смотрю, она полностью завяла. Я думал, что это от засухи. Я принес воды и вылил почти ведро в нее. И в этом месте примерно раз вот так вот что-то начало из-под земли пытаться вылезти. И вот кусочек земли вот так вот ходил. Я его убрал и там была нора. В эту нору шмыгнуло какое-то существо странное. Я давай еще поливать. Еще ведро вылил сюда в этот куст. И копать было нельзя, потому что рядом с корнем. И тут получилось чуть подальше, уже примерно где-то в этом месте. Снова начала земля вот так ходуном ходить. Но я уже не стесняясь, беру и тяпкой тюкнул. И вместе с комом земли вылетело у меня нечто. А вылетела у меня медведка. А это еще кто такой? Я сначала принял ее за рака, какого-то ракообразное существо. Но оказалось, что это медведка, почитал в интернете. И вот эта медведка посожрала мне здесь все клубни у этой георгины, у других георгин. И она сожрала мне, оказывается, вот эту картошку. Я говорил, вот получается с этой стороны вот так у меня была германская. Но медведка же она тоже не дура, она знает же, где послаще. И вот медведка сожрала всю германскую картошку, потом полезла сюда, начала есть с пятерочки картошку. Немного поела, ей она потом не понравилась. Вот чуть-чуть проплешила, она съела, а потом бросила. Все, с пятерочки ей уже не такая вкусная она была. И поэтому она осталась. Вот так. Теперь ясно, кто у меня пакостит на огороде. Медведка. И вот сегодня я буду продолжать этот забор. Постараюсь дотянуть его в ближайшие дни до того коричневого соседского забора. И хотя бы отгородить свой сад. Отгородить эти груши, чтобы не то, чтобы коровы там не съели бог с ними, с этими грушами, чтобы они не поломали деревья. Потому что коровы просто не столько съедят, сколько сломают. Технология у меня, в общем, такая. Сначала прицепляю здесь, на три крепления секцию. Потом понимаю, где должен идти столб, когда ее ставлю. Потом ее слегка отодвигаю. И начинаю бурить в том месте, где у меня будет стоять столб. А потом просто обратно эту секцию придвигаю на место и прикручиваю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу показать, как высохла наша речка, которую я называю Бобровый ручей. Она полностью пересохла от жары. И вот в этом месте, где когда-то плавали гуси мои, сейчас вот такая картина. То есть она полностью-полностью пересохла. И это хорошо, с одной стороны, потому что можно пособирать мусор, воспользовавшись ситуацией, что мы сейчас и сделаем. Вот мой дом получается, видно его, дровяник. И вот тропа, которая уходит в пересохшие речки. И вот я хочу показать, какой здесь попадается мусор. Вот бутылки, вот какие-то. Вот потом вон тоже какие-то бутылки. И самое главное, что хочу отсюда убрать, это вот это кресло. Когда речка полная, это кресло торчит из воды. И торчит оно весьма нелицеприятно. И вот я хочу сейчас, пока есть возможность, подойти к этому креслу. Хочу погрузить его на тележку и убрать. Играет музыка. Собрал первую партию хлама из речки. Это далеко не все. В основном здесь кресло в разобранном виде. Первую партию мусора отвез. Я сейчас еду за второй партией. Вывез две полных тележки мусора. Это вот третья тележка. Здесь уже помельче фракции. Сзади тележки еще седушка последняя от кресла. Ну вот в принципе и все на сегодня. Хотелось бы еще, конечно, повозюкаться, почистить речку. Выводок, есть твои дела. Выводок, есть твои дела. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И так я полностью закончил строительство своего забора Сделал я его несколько дней назад Но оставались кое-какие доработки Вот здесь в углу И когда спущусь ниже я про них скажу Итак, вот доработки были такие Вот этот пролет от калитки и до угла Он короче стандартного Поэтому пришлось отпиливать вот эту секцию Подгонять ее под размер и прикручивать Прикручено у меня все здесь вот на такие скрутки Проволочные обычные Потому что в комплект этого забора Почему-то не входил крепеж Для именно вот этих калиточных толстых столбов Поэтому пришлось пока Прихватить на вот такие скрутки Ну а впоследствии придется искать Какие-то крепления, скорее всего Какие-то хомуты И на хомутах скреплять эту конструкцию И вот второй кусочек здесь был чуть посложнее Потому что он примыкал к дому И здесь пришлось прибивать доску А уже к этой доске приделывал сетку Ну тоже отрезал по размеру И подгонял так же на скрутке пока прикрепил И вот на этом мелкие доработки у меня закончились А в целом забор я закончил Вот уже гусята у меня А внутри этого пространства гуляют Вот кстати Распустилась сегодня 20 августа моя лилия Первый цветочек Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok